Добрый вечер, дорогие друзья! Дорогие участники марафона «Знания первые» и зрители нашей трансляции, здравствуйте! Я очень рада вновь принять участие в этом замечательном проекте. Наша сегодняшняя тема – культура для молодежи и молодежь для культуры. Она чрезвычайно обширна. С одной стороны, на работу с этой аудиторией ориентирована очень большая часть наших культурных проектов. А с другой стороны, молодежь – это будущие кадры нашей сферы, двигатель, ее изменение и инновации. Я предлагаю поговорить немного обо всех этих акспектах. Итак, одной из приоритетных задач Министерства культуры является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Все наши мероприятия ориентированы именно на повышение уровня образования и формирования художественного вкуса прежде всего представителей подрастающего поколения и молодежи, развитие их творческого потенциала. В этом направлении широко задействованы все возможности учреждений культуры. На их базе, на постоянной основе реализуются соответствующие культурно-просветительские и образовательные проекты. Вы знаете, в своем докладе я бы хотела начать, как ни странно, с библиотек, которые сегодня становятся настоящими интеллектуальными кластерами. Представьте себе, в нашей стране 142 тысячи библиотек – самая большая сеть в мире. Если представить себе весь земной шар, то каждая десятая библиотека будет российская. Вот вы представьте себе. И вот в это сейчас даже сложно поверить, но лет шесть назад даже в министерствах культуры региональных, да и в нашем федеральном министерстве культуры, все мы были озадачены одним вопросом – а что делать в будущем? Что такое библиотека будущего? Казалось, что это такая, знаете, немножко старомодная, архаичная форма общения с читателем. Чаще и чаще люди стали прибегать к интернету, пользоваться электронной связью. Так что такое современная библиотека? И так появились новые модельные библиотеки. Сейчас их уже 1200 библиотек. В каждом регионе есть такая. Даже в новых регионах они открываются. Наше профессиональное сообщество библиотекарей совершило настоящую культурную революцию. Мы убираем эти академичные читальные залы. Мы ставим вот такие удобные пуфики и торшеры. Мы ставим подключенные к интернету компьютеры, где есть возможность подготовиться к докладу, сделать домашнюю работу, сделать презентацию своего проекта в конце концов. Мы создаем центры притяжения гений места, куда могут прийти люди с самого разного возраста. И молодые ребята приходят просто пообщаться друг с другом, обсудить прочитанную книгу. Молодые родители приводят пятилетних детей, и там происходят первые встречи с книгами, великолепно изданными, которые тоже по отдельному поручению президента поставляются в библиотеки. Таких библиотек уже 1200, но мы понимаем, что впереди у нас огромная общая работа по созданию целой сети. Я готова библиотеку говорить долго, но вынуждена двигаться дальше. Мы активно очень работаем также с ассоциацией волонтерских центров. Ряд региональных молодежных библиотек являются информационно-ресурсными, координационными центрами движения волонтеров культуры. Кроме того, на базе многих из них создаются доброцентры. Недавнее предложение Росмолодежи, обращенное в том числе к учреждениям культуры, о вступлении в движение первых, было нами услышано. Есть уже немало примеров библиотек коллективных участников. Теперь хочу несколько слов сказать о федеральных музеях, которые также ведут масштабную просвидительскую деятельность. Ежегодно в них проводят около трех тысяч выставочных и сорок тысяч культурно-образовательных проектов. Их участниками становится свыше 45 миллионов человек. Почти треть из них – это ваши ровесники, молодежь. В рамках системной работы с детской и юношеской аудиторией в музеях проводится множество мероприятий. От исследовательских лабораторий и мастерских до лекционных программ по искусству. Среди них – Пушкинский Ю в Государственном музее обозрительных искусств имени Пушкина, совсем рядом с местом, где мы сегодня встречаемся. Молодежно-образовательные центры государственного Эрмитажа. Центр творческого развития детей и подростков в Литературном музее. В археологическом кампусе «Фанагория» волонтеры культуры в сохранении исторического наследия Юга России. В Сочи работает школа, в которой студентов обучают проведение археологических исследований на памятнике в византийском храме X века с последующей обработкой материалов. Очень интересные проекты предлагает Государственный исторический музей. Там успехом проходят экскурсии из цикла «Молодежные маршруты». А также у нас есть очень большой проект для музеев новых регионов, который называется «Музей детям». 77 музеев наших новых регионов. И в каждом из них крупнейшие федеральные музеи создают детские центры. Это невероятно важно. Представьте себе, в моем детстве был один большой детский центр, как раз Пушкинский музей, клуб юного искусствоведа. Попасть туда было практически невозможно. А сейчас, до лета следующего года, уже сейчас 36 детских центров существует в ЛНР, ДНР, в Херсонии и Запорожье. И это очень важно, потому что таким образом музей становится не просто местом, куда ты несколько раз пришел на экскурсию, а постоянным местом встречи, где ты встречаешься с друзьями, где ты находишь новых друзей, куда ты приходишь целым классом. А ребята, молодые наши экскурсоводы, которые трудятся в этих музеях, это настоящие друзья наших посетителей. Уже сейчас эти музеи в новых регионах посетили 19 тысяч человек. И очень важно, что еще полторы тысячи таких детских центров откроются в течение действия новых национальных проектов, которыми мы начнем заниматься совсем скоро, с января будущего года, в самых разных регионах. И мы очень рассчитываем в том числе и на вашу помощь, и на волонтерскую, и на возможность найти для себя новых сотрудников, ярких, интересных, остроумных, обаятельных, заинтересованных. А с другой стороны, мы просто будем рады там вас видеть в качестве посетителей. Далее. Федеральные музеи также очень тесно сотрудничают с общественными и молодежными движениями, так в сфере сохранения исторической памяти и повышения уровня культуры. Движение первых выразило готовность реализовать с Музеем Победы проекты «Школьные музеи Победы», «Главные детские песни» и другие. Расскажу чуть подробнее. С 2019 года Музей Победы ведет программу «Школьный музей Победы», в рамках которых оказывает «Школьные музеи» программную и ресурсную поддержку, помогая развивать экспозиции, проводит исследовательскую, просветительскую работу с детьми и педагогами, дает им возможность участвовать в мероприятиях всероссийского и международного уровня. Сеть партнеров Музея Победы включает более 2000 музеев образовательных организаций во всех регионах страны, а также в Республике Беларусь и Казахстан. Это более 500 тысяч школьников, педагогов, родителей и общественных деятелей. Говоря о культуре, как о факторе формирования будущего, нельзя не упомянуть механизм выявления одарённой молодёжи, талантливых ребят, их поддержку и их продвижением. На сегодняшний день существует запрос на самые разные проекты, и вы это прекрасно знаете, направленный на поиск юных талантов. Но давайте начнём с самого простого. В нашей стране больше 5000 детских школ искусств, и нам очень важно, чтобы эти центры замечательные, уникальные, были прекрасно отремонтированы, чтобы там были замечательные новые музыкальные инструменты, все возможности для того, чтобы вы с самого раннего возраста занимались творчеством и имели возможность получать эти знания. Далее я хотела сказать, что к концу 2024 года у нас будет 1833 детские школы искусств, которые будут великолепно оснащены, которые уже практически оснащены во всех 87 регионах России. Также я хочу обратить ваше внимание на общероссийский конкурс «Молодые дарования России», участниками которого с 2006 года стало более 40 тысяч талантливых ребят. Кроме того, при финансовой поддержке нашего ведомства в 2024 году продолжилась реализация таких проектов, как художественно-просветительская программа «Новое передвижничество», проект «Юрий Башмет. Молодым дарованием России», Международная летняя творческая школа «Новые имена» и Всероссийский конкурс по музыкальной педагогике. Также хочу отметить, что в рамках предоставляемой нами субсидии в образовательных программах на базе образовательного центра «Сириус» с 2015 по 2023 год приняли уже участие 16 тысяч одаренных детей в области искусств. И в этом году там проходит обучение еще 1170 ребят. В этом году мы провели Всероссийскую выставку-конкурс «Образ семьи в произведениях молодых художников». Иолуриатами и дипломантами стали лучшие 196 молодых художников из 69 регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Их работы экспонировались на Международном детском культурном форуме, уникальные площадки для талантливых детей со всех регионов России. Я скажу два слова отдельно. Уже три года этому новому форуму, замечательному. Вы знаете, что каждый год в Санкт-Петербурге проходит очень важный для детей искусства форум санкт-петербургский, культурный, известный. Нам в свое время показалось очень важным, чтобы свой форум был у вас. И каждый год в Москве перед началом учебного года в августе мы собираем ребят со всех регионов, которые приезжают и показывают все, на что они способны, делятся своими возможностями. Мы приглашаем их вместе с родителями, вместе с педагогами, потому что нам очень важно, чтобы и они поделились своим опытом, как вырастить талантливого музыканта и художника, артиста. Это каждого направления фактически представлено. И нам очень важно, что помимо новых регионов к нам приезжают ребята из разных стран. Стран СНГ, стран ШОС, стран БРИКС. Хочется верить, что именно на этом культурном форуме начнется первое знакомство. И потом, через много-много лет, заслуженные маэстро и лауреаты расскажут. Ну, мы-то познакомились еще на детском культурном форуме в Москве. Так что есть еще одно важное очень направление. Это наши школы креативных индустрий, которые в течение трех лет открываются в регионах. Это тоже абсолютно новый для нас опыт, когда наши колледжи и наши высшие учебные заведения, творческие вузы, на их базах создается школа креативных индустрий. И абсолютно бесплатно ребята, школьники, фактически с 11 лет начиная, приходят в эти уникальные пространства. У них есть возможность и у молодых, и у уже состоявшихся мэтров получить эти уникальные знания по таким сейчас востребованным специальностям, как компьютерный дизайн, звукорежиссура, отдельное направление, конечно, это современная электронная музыка, звукозаписывающие студии открываются в детских школах искусств, классы по дизайну, по фото, по видео, по видеомонтажу. Мы вместе трудимся уже в 55 регионах нашей страны, и таких школ 83. Впереди у нас очень большая работа, мы планируем до 30-го года открыть 240 таких школ. У нас сейчас уже 10 тысяч ребят, и мы понимаем, что впереди еще огромная работа. Спасибо. Теперь о школьных театрах. Активную и масштабную работу по развитию стратегического проекта «Школьные театры» ведет наш институт, легендарный Щукинце имени Бориса Щукиной. Его цель – создание условий для открытия при российских школах театров и театральных студий. Во всероссийский перечень включено уже 38,5 тысяч школьных театров. Реализуются проекты «Школьная классика», «Методические сопровождения школьных театров», «Подиум.Дети», «Школьная пьеса», «Система подготовки руководителей школьных театров» и проект «Медный всадник». Помимо этого, Министерство культуры активно поддерживает проекты, направленные на повышение профессионального исполнительского мастерства детей. Среди них Большой детский фестиваль, Всероссийский фестиваль для детей и молодежи, страна, театр, школа и Всероссийская детская фольклориада. Особое внимание мы уделяем проектам мирового уровня, которые открывают миру выдающихся исполнителей, артистов, дирижеров и балетмейстеров. Это наши олимпиады в мире искусства. Это международный конкурс Петра Ильича Чайковского и международный конкурс Сергея Васильевича Рахманинова. Каждый в мире музыкант мечтает стать лауреатом конкурса Чайковского. Невозможно отменить культуру. И несмотря на то, что звучит иногда по телевизору или в телефонах какие-то выступления представителей недружественных стран, мы видим, что для ребят, которые занимаются искусством серьезно, имя Петра Ильича Чайковского, имя Московской консерватории, имя Мариинского театра и имя маэстро Валерия Бесалыча Гергиева важнее, чем вся политика и все высказывания лидеров стран, где они живут. Ребята приезжают со всего мира. И нам очень важно, что это конкурс, где побеждают талантливые люди. Побеждают ребята не только из дружественных стран, побеждают просто самые лучшие. И поскольку вы лучше нас знаете, что все трансляции, которые, как и это, можно потом посмотреть, посчитать, какое количество просмотров и так далее, за конкурсом Рахманинова, за конкурсом Чайковского, за конкурсом артистов балета и хореографов, которые проходят в Большом театре, следят во всем мире. Потому что на сцене Большого театра, на сцене Московской консерватории, на сцене филармонии имени Петра Ильича Чайковского в Москве и в Мариинском театре представлены лучшие музыканты мира, которые приезжают в нашу страну, чтобы навсегда стать лауреатом конкурса Чайковского, Рахманинова или конкурса артиста балетов. Поэтому мы продолжаем эту работу и нам очень важно, что эти институции с каждым годом дополняются талантливыми ребятами из самых разных регионов нашей страны. Также, конечно, не могу не упомянуть наши радостные результаты, поскольку подчас ребята, которые становятся лауреатами этого конкурса, впоследствии начинают руководить нашими прославленными федеральными оркестрами. Так, в августе 2024 года на пост художественного руководителя Московского государственного академического и симфонического оркестра назначен лауреат конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Васильевича Рахманинова Иван Никифорчин. Другой участник конкурса Алексей Рубин стал главным дирижером Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Также совсем недавно молодой дирижер Филипп Чижевский возглавил Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Нам очень приятно особенно, что такие выдающиеся мастера своего дела, как Денис Леонидович Мацуев, Хибла Леварсовна Герзмава. Каждый из них не просто выступает по всей нашей стране, в самых разных наших площадках, но каждый из них руководит тем или иным конкурсом, помогает найти талантливых ребят, помогает им пробиться. Как когда-то в свои годы, когда они еще были совсем молодыми, их педагоги, наши великие советские маэстро и российские, помогали им стать настоящими мировыми звездами. Это традиция, которая длится несколько, да-да, несколько, это больше сотни лет, а на самом деле в некоторых направлениях, как хореографии, почти 250 без малого. И эта традиция длится, мы ее очень дорожим. С 2023 года также проводится всероссийский творческий конкурс молодых современных композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины». Они позволяют талантливым музыкантам представить свое творчество самой широкой аудитории и получить компетентную оценку профессионального жюри. Для поддержки студентов также постоянно совершенствуется и расширяется система стипендий. Это в том числе персональные и студенческие системы стипендий имени Елены Фабиановны Гнесиной, Ирины Александровны Антоновой. Также обращаю внимание, что в рамках национального проекта «Культура» представляется 100 стипендий правительства для молодых деятелей культуры и искусства в возрасте до 35 лет. Нам очень важно создать социальные лифты для молодых людей. В целях формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны на основе конкурсного отбора в 2018 году был создан российский национальный молодежный симфонический оркестр. Это наша музыкальная сборная России. Самый молодой оркестр страны. Он объединил сотню талантливых музыкантов в возрасте от 20 до 30 лет из 28 городов России. Отобрана в рамках Всероссийского конкурса молодых артистов оркестра. С 2021 года по инициативе ГИТИСа, еще одного уникального нашего творческого вуза и Государственного академического театра драмы имени Федора Волкова на фестивале «Будущее театральной России» БТР, они так называют сами себя, реализуется проект «Всероссийская театральная биржа». Молодые ребята привозят в Ярославль на старейшую нашу сцену в стране все дипломные спектакли, а зрителями их становятся руководители театров со всей стороны. Кинопродюсеры, кастинг-директора, которые смотрят. Это своеобразная скала совета, если мы вспомним наш любимый мультик «Маугли». Вот именно так приводили молодых волчат и выбирали самых лучших из лучших. И на самом деле мы гордимся, конечно, нашими выпускниками и очень рады, что у них появляются дополнительные возможности представить все, на что они способны, трудоустроиться, получить такую путевку в жизнь. Также особенно хочется отметить поддержку молодой режиссуры в рамках программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока. Евгений Витальевич Миронов у нас командует этим направлением, работает в разных регионах. И нам очень важно, что молодые ребята, которые трудятся в Дальневосточном федеральном округе, имеют возможность получить уникальные знания от высококлассных специалистов, которые приезжают в Москву, из Москвы и разных других городов, а с другой стороны продемонстрировать все свои способности. Также в рамках реализации всероссийского гастрольно-концертного плана в этом году 80 театров для детей, провели 650 показов для юных зрителей, а на 2025 год уже поступили заявки на участие в плане от 151 театра для детей, который поедет в самые разные города нашей страны. Кроме того, для создания комфортных условий для погружения в мир искусства Министерство культуры совместно с партией «Единая Россия» с 2017 года реализует проект «Культура малой Родины». В 2025 году на реализацию направления театра детям из федерального бюджета предусмотрено финансирование 687,5 миллионов рублей. Так будут поддержаны 204 детских и кукольных театра, которые смогут расширить, разнообразить свой репертуар, поставить новые спектакли, отправиться на гастроли и принять больше зрителей у себя в гостях. Ну и не могу не сказать о кинематографе. Мы все понимаем его важность и то, как люди, и дети, и молодежь, с какой любовью и вниманием, а иногда с критикой, относятся к российскому кинематографу. Конечно, мы уделяем особое внимание созданию детских, семейных фильмов и очень внимательно следим, как вы на них реагируете, что вам понравилось, что вам не понравилось, каких еще вы ждете картин, каких экранизаций, возможно. И особенно важно, это ежегодная поддержка почти 250 дебютов в Министерстве культуры. Те ребята, которые приходят к нам и порой запинаясь, заикаясь, представляют свои первые проекты, мы видим их спустя уже несколько лет, состоявшимися режиссерами, расписанными на долгие годы крупнейшими кинокомпаниями. И мы ждем всех в Министерстве культуры с талантливыми, яркими, интересными проектами. Также хочу отметить, что Фонд кино оказал финансовую поддержку производстве 17 игровых фильмов, ориентированных на молодежь. Прокат вышло 4, ждем новые премьеры. Подчеркну отдельно, что у нас растет количество фестивалей для детей и молодежи в разных регионах, и мы радуемся вместе, когда у всей семьи есть возможность прийти и посмотреть хорошее, качественное семейное кино. Что я могу сказать? С трудом на самом деле могу остановиться, потому что по факту нет такого направления, вы понимаете, в культуре, в которой не было бы направления молодежи и дети, и нам очень важно всегда обратная связь. Мы очень внимательно, поверьте, читаем в соцсети, смотрим, как вы реагируете, какие выставки вам нравятся, какие вам нравятся премьеры, на что вы ходите. В помощь нам всегда. Это пушкинская карта. То, что действительно этот проект получил такое внимание со стороны такой сложной аудитории, говорит о том, что на самом деле наши учреждения культуры справились с поставленной задачей. Я только сейчас скажу, что за те неполные три года, что реализуется эта программа, у нас 15,5 тысяч мероприятий по пушкинской карте проходят. Мы видим, как учреждения культуры меняют свой репертуар, как краеведческие музеи от самых маленьких до самых больших федеральных площадок стараются разнообразить свои мероприятия, добавить туда мероприятия по пушкинской карте, чтобы вам было интересно, чтобы вы приходили, чтобы это стало хорошей привычкой пойти вместе с компанией, с классом, с курсом, с друзьями на свидание в наше уникальное пространство. Спасибо вам большое. Ольга Борисовна, огромное спасибо вам за то, что познакомили нас с действительно такой экскурс в культурную жизнь нашей страны. Очень много делается для того, чтобы культуру развивать. Если вы не против, ответим на вопрос аудитории. Прошу, друзья, с кого начнем. Прошу вас. Ольга Борисовна, здравствуйте. Меня зовут Романова Мария Владимировна. Я обучаюсь в президентской академии на направлении зарубежной регионоведения. Ольга Борисовна, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вопросу, сможет ли искусственный интеллект заменить человека? Не вытеслит ли он со временем художников, писателей и музыкантов? Вы знаете, нет, я в это не верю. Невозможно искусственный интеллект, каким бы гениальным он ни был, конечно, не заменит нам наших мастеров уникальных. И я приведу один простой пример. Наверняка все вы немножко пользуетесь искусственным интеллектом, когда готовитесь к каким-нибудь презентациям, когда готовитесь к каким-нибудь докладам в институтах и в старших классах. И вы прекрасно знаете, что всегда видно, когда человек использовал искусственный интеллект, но при этом готовился и допридумывал, докручивал свою презентацию. Жень, если бы это было в нашем детстве, да вот так видно. Потому что на самом деле это действительно машиной, классно сделанная, подготовленная, очень формальная презентация. Сразу видно, когда в ней отсутствует сам учащийся, сам, например, если мы говорим о творческом вузе, талантливый молодой человек или девушка, которая горит этим проектом. И этот проект формально быстро сгенерированный искусственным интеллектом, сгенерированный, простите, он всегда проигрывает тому, кто живет этой темой, который рвется доказать, что его проект самый яркий, самый интересный. И мы понимаем, что единственное, чего нет в искусственном интеллекте, это вашего таланта, ваши невероятные энергии и горящих глаз. Но сгенерить это в творчестве невозможно. Я вот не верю. Спасибо за ответ. Прямо здесь, на этой сцене, всего сутки назад, вместе с учеными и с ребятами, мы пытались угадать, прочитывая некоторые строки, искусственный интеллект это или человек. Были ошибки, надо признать, мы путали, но когда прозвучали стихи рэпера СТ, который спел там буквально за несколько минут до этого, сказали, нет, ну это человек. Очень душевно написано, поэтому абсолютно подтверждает это утверждение ваши слова. Давайте дальше пойдем, ребят. Прошу вас. Ольга Борисовна, здравствуйте. Меня зовут Светличная София. Я ученица 11 класса, и я приехала из города Хабаровска. У меня к вам такой вопрос. Какие из креативных индустрий будут больше всего развиваться? Вот с уверенностью могу сказать, что ребята, которые учатся звукорежиссуре, очень быстро будут востребованы в регионе, в любом. Вот сейчас министры культуры региональные говорят, мы, например, открываем какое-нибудь новое пространство, дом культуры, и нам очень нужны ребята, которые разбираются, которые могут организовать мероприятия, звукорежиссеры, художники по свету, вот мы сейчас говорим вроде искусственный интеллект, а нужны, на самом деле, очень нужны графические дизайнеры по-прежнему, и регионы об этом говорят, и ребята, которые учатся, найдут себя в этом деле. Это именно специальности, которые связаны с творчеством, с работой со звуком и светом, с звукозаписывающими студиями, с электронной музыкой, с введением звука. Все это будет востребовано совершенно точно, и этих специалистов очень не хватает. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Двигаемся дальше, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Софья Лебедь, на марафоне я представляю президентскую академию. Ольга Борисовна, у меня к вам вопрос. На тему Великой Отечественной войны снято множество фильмов, написаны романы, повести, стихотворения. Сегодня мы тоже живем в достаточно переломное время. Так вот, как, на ваш взгляд, отразится в культуре специальная военная операция? Вы знаете, мы чувствуем с первых месяцев начала специальной военной операции, как меняется наша культура. Если говорить серьезно, любые события в нашей стране, исторические, да и в мире это было, всегда отражаются на творчестве художников, на постановках, на съемках. Мы все видим, что, конечно, первые, кто отреагировали, и это было понятно, это были наши документалисты, люди, которые снимали документальное кино. Мы сейчас видим и с интересом читаем сценарии, посвященные уже игровым постановкам. И первые съемки, первые фильмы выходят, выходят аккуратно, выходят, понимая, и люди, которые снимают кино о специальной военной операции, мы это много обсуждаем в регионе. Как снять художественное кино о человеке, который жил совсем недавно, и героически погиб, или жив до сих пор? Как сделать так, чтобы порадовать этим фильмом, чтобы никого не обидеть, чтобы не задеть семью? Эти сценарии пишутся очень аккуратно, продуманно. Но если вы посмотрите при этом, какое количество поэзии появилось, сколько современных стихов, как молодые люди начали слушать и заново читать лирику, это действительно ситуация, которая изменилась. Нам казалось, что стихи будут изучать только ребята в гуманитарных вузах, и, как правило, молодежь не очень воспринимает лирику. Сейчас ситуация меняется. Тема специальной военной операции появляется везде, в любых жанрах. У тех же рэперов, вы знаете, есть очень сильные, пронзительные произведения. А нам недавно казалось, что жанр достаточно бытовой и, скорее, в большей степени развлекательный. И если говорить о молодых художниках, то целые выставки проходят. И мы знаем ребята из самых разных регионов, которые первые откликнулись и с нами вместе поехали в новые регионы и писали картины по горящим следам, как только нам разрешали приехать в то или иное место. Поэтому, конечно, я думаю, я знаю, что эта тема надолго внутри нашей культуры. Спасибо. И, пользуясь случаем, позвольте мне пригласить вас на медиа-неделю в президентскую академию, которая пройдет этой весной. Я буду стараться. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Двигаемся дальше. Где наши модераторы? Прошу. Здравствуйте. Меня зовут Егорова Виолетта. Я студентка Московского городского педагогического университета. Вы говорили про количество открывшихся в России библиотек. И в связи с этим у меня вопрос. Ольга Борисовна, Россия была и остается одной из самых читающих стран. Каких современных писателей вы бы отметили и что из классики надо прочесть каждому? Вы знаете, я хотела сказать, что, конечно, 1200 библиотек, которые просто модернизированы, да, у нас, по счастью, не закрывались библиотеки, их по-прежнему 42 тысячи, и вряд ли я могу себе представить ситуацию, чтобы в ближайшем будущем какая-то из них закрылась только на ремонт. Если говорить о современной литературе, я, вы знаете, больше читаю по работе, скорее, сценарии, чем современных авторов, думаю я, и, конечно же, в большей степени думаю о том, что, несмотря на это, стараюсь все равно перечитывать классику. И понятно, прекрасно, что если я буду называть вам имена, которые вам известны и без меня, и Льва Николаевича Толстого, которого я просто обожаю, и я очень-очень-очень люблю писателя, который, как мне кажется, мало оценен. Вот современные молодежи я очень люблю Лескова. И в старших классах, и в вузе я бы предложила, конечно, почитать замечательные его совершенно произведения, а так, наоборот, скорее с удовольствием возвращаюсь обратно в вашу школьную и университетскую программу, и когда есть возможность, как правило, в самолете читаю, и, если честно, до сих пор читаю ужасную вещь, наверное, для вас скажу, я книгу очень до сих пор, когда в Петербург езжу, я люблю зайти в книжный магазин, и я люблю, конечно, для меня привычно читать книгу в ее изначальном виде и образе. Тут, может быть, я не очень, конечно, современно и продвинуто. Но я вам скажу одну вещь для тех людей, которые сейчас рвутся быть сценаристами, а знаю я, что их много. Невозможно написать хороший сценарий, пока не научишься читать драматургию. То есть пока кажется, что Александр Николаевич Островский и Антон Павлович Чехов – это что-то непонятное и недововоримое, нужно понять, что ни один диалог сам не напишешь. Это действительно, и в этом смысле я бы советовала радостно прибегать ко всей великой мировой литературе. Мы никого не отменяем и живем в счастливой стране. У нас нет запрещенных писателей. Я вас с этим поздравляю. А самое главное, у нас есть выдающиеся, великие советские переводы, сопоставимые по качеству с оригиналом того, что это невероятные совершенно мастера своего дела. Одного смысл Ялька Чамуршака вспомнить. Это фантастика. Не бросайте зарубежную литературу. Умоляю вас, и Шиллер, и Шекспир, в этом смысле, конечно, в помощь любым современным драматургам, и авторам, и будущим сценаристам, и трехактная драматургия, и арка сюжета, это для тех, кто уже учится, это все, что изобрели в нашей стране. Это гений наших драматургов. Спасибо большое. Спасибо большое. А у вас есть, Виолетта, читательский билет? Вы про библиотеку только что сказали. Конечно. Я приехала из региона, я из Ростовской области, города Таганрога, и как только я приехала в Москву, я пошла в нашу главную московскую библиотеку и завела себе читательский билет. Сразу с поезда. Да. На самом деле в РГБ, в нашей главной библиотеке, на Молиной Ленинке, есть отдельная и огромная программа для молодых людей. Это всегда кажется таким уникальным, уникальным местом для людей, посвятившим всю жизнь своей науке. Но на самом деле Ленинка открывает свои двери всем желающим. И у нас в этом году была ночь библиотеки. Вы знаете, есть ночь музея, ночь кино и ночь библиотеки. Самая главная проблема Ленинской библиотеки была в том, что в этом году в нее пришло 3,5 тысячи людей. Мы вообще этого не ожидали. Для такого невероятного внимания ребята буквально, как лучшие советские годы, на люстрах висели. И современные писатели, состоявшиеся, известные или только начинающие, читали свои произведения. Тут же рождались какие-то пылкие споры. А мы, конечно, наслаждались результатом, потому что в этот момент, в первую очередь, мы, конечно, очень волнуемся, как все пройдет и как мы со всем справимся. Но мы безумно вами гордимся, тем, кто ночь проводит в библиотеке. Это очень крутые ребята на самом деле. Спасибо вам большое. Еще на один вопрос успеем ответить. Дорогие друзья, прошу вас. Здравствуйте, Ольга Борисовна. Добрый вечер. Марафон знаний первый. Меня зовут Никита. И я приехал из города, который считается городом оружейников, пряничным городом, самоварным, толстовским. Сейчас это третья музейная столица после Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно же, это город-герой Тула. И у меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к такому жанру, как стендап? И можно ли его отнести к культуре? Спасибо. Очень хорошо я отношусь. Просто вообще надо отменить любые разговоры. Отменить ничего не надо. Но я считаю бессмысленными разговоры на тему плохих жанров и хороших. Есть бездарные и талантливые люди. Люди, которые выступают в жанре стендапа. Вот мы с Евгением, я начинала работать тоже в журналистике, знаем, что такое подготовленная импровизация. Это невероятный труд. И каждый из нас, который смотрит, у кого-то есть удачные примеры, у кого-то есть грубые шутки, но есть ведь очень умные, классные, талантливые тексты, которые безумно артистично, со своей собственной личной манерой человек представляет. Мы знаем, что такое вообще в принципе… Кто-то из вас, наверное, пробовал. Вот сядьте, попробуйте, напишите свой текст. Но если первые 20 минут вы не просидите в шоке перед белым листом, то я вас уже поздравляю. Если это получится какой-то удобоваримый текст, и вы заставите улыбнуться самую благодарную свою аудиторию, это свою семью, это уже победа. А теперь попробуйте написать так раз в неделю. Это на самом деле труд пахотный. И это профессия. И это действительно порою, еще раз повторюсь, бывает грубости, бывает тупости, как и во всем, как и везде. Но я отношусь… Я никогда не была в стендап-клубах, у меня просто возможности появились тогда, когда у меня уже, к сожалению, просто времени на это не было. Но то, что я вижу иногда просто в соцсетях, мне кажется очень интересным. Спасибо вам большое. Дерзайте. И в стендапе тоже. Огромное спасибо нашему гостю, Ольга Борисовна, увлекательные лекции, очень познавательные. И спасибо, что уделили время и пришли к нам и ответили на вопросы. Спасибо огромное. До встречи.